Музей Аль-София Музей Аль-София Есть церкви, которые строятся в виде современных зданий. Вы никогда со стороны не узнаете, что это церковь, но там тоже собираются христиане. И есть церкви, которые именно презентируют себя как объекты религиозной культуры. Так вот, даже сами христиане внутри своей конфессии нет жестких канонов, как должен выглядеть дом Бога или какое-то место, куда нужно приходить и молиться. Тогда почему же у вас внутри возникает какое-то отторжение, если в такой же дом Бога будут приходить другие люди и тоже молиться? Да, наверное, на других языках, наверное, они будут совершать какие-то другие действия. Вставать на колени или кланяться или что там принято у мусульман. Но тем не менее, ведь они тоже будут всего лишь молиться. Я так понимаю, что здание не разрушено, его не собираются каким-то образом опорочить, гадить или еще что-то. А хотят превратить в дом опять же молитвы. Ну, в данном случае пусть это будут мусульмане. Я ничего плохого в этом не вижу. Более того, тем, кто считает, что молиться нужно только в христианских храмах, советую все-таки когда-нибудь набраться смелости и зайти в какую-нибудь мусульманскую мечеть. И вы увидите, что архитектура, пространство, которое разрабатывают архитекторы исламского мира, ничуть не уступает, ну, в данном случае, христианской традиции. Да, наверное, у них там свои особенности, но в принципе здание есть здание, и одно от другого, ну, по большому счету, стены, купол и так далее ничем не отличаются. Более того, у мусульман есть замечательные памятники культуры. В том же Стамбуле стоит замечательная голубая мечеть времен Османской империи. Посмотрите, насколько она великолепна. Она, по сути, ничем не уступает той же Айя-Сафи. Вообще, рассуждать о том, сколько мечетей в том или ином городе или сколько церквей, я считаю, это само по себе глупость. Нужно понимать, что человечество существует, ну, по меньшей мере, 35 тысяч лет. Где-то приблизительно 5 тысяч лет тому назад начали сооружать первые так называемые объекты религиозной культуры. Вот считайте, что 5 тысяч лет люди экспериментируют в тех или иных направлениях. И ведущими в этом смысле всегда были разные культы. Например, если вы посмотрите на историю 4 тысяч лет до нашей эры, то вы увидите рассвет египетской культуры. Если вдруг кто-то не в курсе, это Африка. И это совершенно самобытная религия, не похожая ни на современный ислам, ни на современное христианство. Тогда понятия никто не имел об этих двух конфессиях. И тогда все приблизительно верили в то, что верили египтяне. И вот прошло без малого несколько тысяч лет, и сейчас мы имеем совершенно другие религиозные культы. Возможно, пройдет время и появятся новые, а может быть, человечество прозреет до такой степени, что откажется от религии. К этому, кстати, все идет. И тогда эти объекты останутся всего лишь памятниками культуры. Неважно, были ли это мечети, были ли это церкви. Для кого-то это имеет значение, для кого-то вообще никакого. Лично я рад, что это здание сохранится как архитектурный памятник. И я уверен, что мусульмане будут следить за этим зданием не хуже, чем за своей мечетью. Уж точно ничего поганого в этом помещении они делать не будут. А вот на каком языке там будут молиться или какие движения совершать, по большому счету, абсолютно неважно. Потому что для вас, уважаемые христиане, если вы хотите по этому поводу повозмущаться, вот сделайте, как сделал в свое время я. Пройдитесь по различным христианским церквям. Вам вот так на засыпку сразу назову несколько. Пятидесятники, мормоны, евангелисты, харизматы, баптисты. И посмотрите, в этих всех церквях говорится о Христе, о Библии. И люди, молящиеся там, верят в одного христианского бога. Ну что там делается, господа? Не падайте сразу за голову, возьметесь. Поэтому не судите строго другие конфессии. Разберитесь внутри своих собственных. А когда окажется, что вам это не под силу, тогда вы спокойно будете смотреть на странности других. Вот, например, у меня в деревне, не поверите, совсем недавно непальские монахи выкупили старую кнайпу. Кнайпа это как бар по-русски. Он много лет стоял пустой, никому не был нужен. Теперь они пришли туда, ну вот такие, вот-вот ровно, вот в таком виде, как вы сейчас видите на картинке. Расхаживают прямо так по нашим улицам. Восстановили это здание, посадили красивый сад, поставили там какую-то скульптуру, не то Будды, не то какого-то своего святого. Украсили его цветущими венками. И вот, знаете ли, делают там что-то, бог его знает. Какие-то люди ходят, смотрят, самое главное, чему рады местные, что это место стало теперь чистым, убранным, благоухают в цветах, а то, что по этой территории ходят люди в оранжевых накидках, вот ровным счетом никого не волнует. Это лучше, чем заброшенное старое облупленное здание. Вот так и рассуждайте по этому поводу. Нет лучших религий или худших религий. Религия сама по себе, на мой взгляд, это, конечно же, зло. Но если есть какие-то люди, кому это необходимо, отдайте им это право. Пусть развлекаются. Самое главное, чтобы ничего не разрушали. Вот об этом, скорее всего, нужно думать. О сохранении красоты. А уж какая она там, христианская или мусульманская, лично мне без разницы.